Первая информация о Вильяме Баренце появляется, когда он уже достаточно зрелым человеком поступает в навигационно-картографическую мастерскую в Амстердаме и совместно с Петером Планцуусом издает атлас Средиземного моря. В первой экспедиции на север Вильям Баренц командовал двумя кораблями. Им удалось дойти до Новой Земли. Там голландцы обнаружили свидетельство посещения Новой Земли русскими поморами, старые зимовья, захоронения и останки кораблей. Впервые встретив белого медведя, голландские моряки хотели поймать его и живьем доставить на корабль, но у медведя были свои виды на голландских моряков. Команде Баренца с большим трудом удалось избавиться от зверя, а его шкура была доставлена в Амстердам. В следующих экспедициях по поиску северо-восточного прохода в Китай Баренц был штурманом, так как упрямство и неблагоразумие, которое мастер Вильям проявлял в морях, уже стали хорошо известны в деловых кругах. Купцы боялись потерять корабли. Второе плавание голландцев тоже не привело к открытию морского пути в Китай, поэтому правительство отказалось субсидировать дальнейшее изыскание северо-восточного прохода, согласившись все же назначить премию за отыскание северного морского пути. Третья экспедиция стала последней голландской попыткой найти северный путь в Азию. Она состояла из двух кораблей, которые расстались у Шпицбергена. Корабль Баренца, обогнув новую землю, был затерт льдами. Команда осталась зимовать в ледовой гавани. В середине лета зимовщики на двух лодках тронулись в обратный путь. Во время перехода Вильям Баренц умер. Добравшись до Кольского острога, моряки встретили второе судно экспедиции, которая за это время уже сходила в Амстердам и обратно. На нем они вернулись домой.